Израиль запросил у Соединенных Штатов еще 25 F-35 для ударов по проиранским силам в Сирии. Так пишут сегодня СМИ. Министр обороны Израиля Йов Галлан направил письмо в США с запросом на покупку еще 25 истребителей F-35. Об этом пишет Jerusalem Post. Израильское оборонное ведомство не уточняет сроки поставки дополнительных самолетов из США. Но это важно, что они запросили для войны, то есть 25 это значит готовиться воевать. Источники отмечают, что в течение 2023 года, а осталось всего 3,5 месяца до конца года, стороны планируют завершить процедуру утверждения запроса. А потому новые F-35 могут поступить в Израиль к 2026 году. После этого у Цахал станет 75 самолетов данного типа. Израильское военное командование уверено, что F-35 крайне необходимы Израилю для эффективного нанесения ударов по иранским формированиям в Сирии. F-35 предназначены для обхода системы ПВО в случае, если Израиль решит ударить по ядерным объектам Ирана. Соответственно, если Израиль готовится к войне, как мы уже говорили в одном из роликов с Ариэлем Маромом рассказывали о том, что Израиль готовится к войне, загляните, посмотрите, тот ролик очень интересный, очень эмоционально насыщенный. Так вот, новые стартапы уже бегут из Израиля, а старые тоже ударились в бега. В результате 45% новых израильских стартапов в первой половине 2023 года зарегистрированы за пределами Израиля. Об этом свидетельствуют результаты исследования научных институтов. В первой половине прошлого года таковых было только 20%, сообщает так телеграм-канал «Деловой Израиль». Загляните, посмотрите, те, кто в Израиле, смотрите, эти новости для вас очень актуальны. По данным Аналитического института, в первой половине 2023 года зарегистрировано 260 стартапов по сравнению с 490 за аналогичный период 2022. Из этих 260 стартапов, 118, это почти 45%, зарегистрировали свои юридические лица сразу за пределами Израиля. И процент таких стартапов держался на этом уровне все первые полугодия, не меняясь от квартала к кварталу. По результатам сравнительно недавнего опроса, 8% уже действующих компаний начали процесс смены местоположения штаб-квартиры, а 29% заявили о намерении сделать это в ближайшем будущем. 21% действующих компаний собираются релацировать своих сотрудников из Израиля. Умные головы везде нужны, поэтому Израиль, их стартапы сейчас релацируются, переезжают, простыми словами, переезжают в другие страны, где будет более спокойно. Выяснить, где более спокойно, вы можете, друзья, у меня, обратившись ко мне, я расскажу, какие страны. Ведь, знаете, для каждого человека и каждой семьи могут быть совершенно разные точки. Это не значит, что точки все одинаковые для всех граждан Израиля или для всех граждан России и Украины. Нет. Для каждого могут быть разные, потому что у каждого своя судьба и своя дорога. Но вычислить – это моя задача и дать хороший, правильный совет. Обращайтесь, вся почта всегда указана у меня или здесь, или на YouTube. Так вот, что касается Израиля, конечно, Израиль готовится, как и все страны. Он готовится точно так же к военным действиям, как многие страны в нашем мире. Потому что готовят большую войну, когда все против всех пойдут. Будут формироваться лагеря, так скажем. Но, как всегда, да, кучковаться будут одни государства с одними, другие будут кучковаться с другими. И, соответственно, будут наносить удары друг по другу. Но то, что Израиль хочет Иран бомбить и для этого закупает истребители, то, да, кстати, у них будет 75 истребителей, как вы поняли. И они планируют, как вы видите, по демаршам, закупкам, что они не планируют, что особенно их истребители кто-то будет сбивать. Но что такое Иран? Это Россия. Сирия – это опять Россия. То есть там стоит много компаний, частных военных компаний, стоит российских. В Сирии, в Иране так же. Так вот, с кем будет воевать Израиль, скажите? Если Израиль хочет так в будущем, планирует направить своих граждан, направить в Донецкую, Днепропетровскую области, то с кем будет воевать он в Сирии и в Иране? Это, друзья, большой и важный вопрос. На самом деле это действительно важный вопрос, потому что на сегодняшний день мы все друзья. Даже подумать не можем, что можем воевать друг с другом. Но ведь буквально еще три года назад Украина тоже не могла подумать о том, что будет воевать с Россией. Вернее, да, Россия будет воевать с Украиной. А теперь это как дважды два. Теперь это наша жуткая действительность, от которой хочется закрыть глаза и уши и никогда этого не слышать и не видеть. Что испытывают жители страны? Наверное, друзья, не понять. Тех, кому не довелось находиться под бомбежками, не поймут. То есть мирные граждане не могут понять тех, кто уже находился под бомбежками и тех, кто уже испытал насилие страшное над собой. Будем надеяться, что не будет этой войны. Будем надеяться. Но, как вы видите, Израиль готовится. Израильтяне, ушки на макушку. Вы умные парни, ребята, девушки. Будьте внимательны. Война на носу. Я Таня Карацова, Сеидбурхам. 2023. 2023.